В тот же день состоялась встреча святейшего патриарха Кирилла с председателем правительства России Владимиром Владимировичем Путиным. Первым делом вручив патриарху букет, Владимир Путин в сопровождении предстоятеля также осмотрел помещение недавно отреставрированного здания патриаршей резиденции Данилова монастыря. Вот, а это зал заседания Синога. До стола. Все, все, сомнили. В качестве подарка к дню интернизации премьер преподнес главе Русской Церкви икону святого благоверного князя Данила Московского и в ходе состоявшегося диалога поблагодарил его святейшество за огромный вклад в укрепление духовных основ общества и развитие отношений со странами ближнего зарубежья. Вы очень много работаете, постоянно ездите по стране, за границей бываете. Хочу вас поблагодарить за тот вклад огромный, который вы делаете, по укреплению духовных основ нашего общества, по укреплению отношений с Сергеем, с церквами. Поздравляю вас еще раз и желаю вам всего самого доброго. Я хотел бы сердечно вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за эти слова, которые вы сейчас произнесли, за поздравления, ну а также за ваш вклад в развитие церковных государственных отношений. Патриарх Кирилл назвал чудом произошедшие в нашей стране изменения за 12 лет и отметил высокий уровень религиозных церковно-государственных отношений. То, что произошло в нашей стране, не происходило никогда, нигде на протяжении всей истории. Разгромленная религиозная жизнь огромного народа, который был дискриминируемым именно по принципу веры, вот эта религиозная жизнь расцвела. И не просто на уровне мысли или личного религиозного опыта, что важно, но что не очень зримо, а на уровне восстановления храмов, монастырей, создания системы благотворительности церковной, образовательных программ, молодежных программ. То есть тот потенциал духовный, который у людей был, и который сдерживался идеологически всеми силами, вот он выплеснулся наружу. И этого не могло быть в стране, которая бы не обеспечивала этих свобод. Патриарх Кирилл говорил и о будущем, обращаясь к Владимиру Путину как к кандидату в президенты. Стороны обсудили также вопрос о передаче церкви, принадлежащего ей имуществу. Государство до сих пор в долгу, даже если посмотреть на материальную сторону этого дела. Вы знаете, какое количество храмов в других пинтовых учреждениях мы передаем нашим конфессиям традиционным. И это малая толика того, что государство должно было бы вернуть. И что существовало. Что существовало раньше. Но хочу вас заявить в том, что государство и в будущем будет уделять этому большое внимание. Будем также спокойно, ритмично и долги отдавать, и новые возможности для наших традиционных религий создавать. Благодарю вас.